История Ногайской Орды Сейчас в России их насчитывается немногим более 100 тысяч. Но когда-то, 600-500 лет назад, их было очень много. И соседи называли их не иначе, как Санцис Ногай, бесчисленные Ногайи. После распада Золотой Орды в 15 веке предки современных нагайцев, Ногайи, образовали могущественное и многолюдное государство, Ногайскую Орду. Были времена, когда она одержала в страхе всех соседей. От опыта тысяч лошадей колебалась земля, тучи стрелы закрывали солнце. В разное время от нагайских правителей зависели окрестные ханы. Русское государство очень внимательно относилось к отношениям с этой восточной соседкой своей. Начиная с княжения Василия Третьего, многотысячные табуны нагайских лошадей пригоняли на продажу в Москву и другие русские города. И во многом дворянское ополчение московских князей и потом царей было посажено все два именно на нагайских лошадей. Для русского человека XVI века понятия «ногайский конь», «ногайский нож», «ногайское седло» были привычны и не требовали пояснений. Но от всего этого всаднического снаряжения до нашего времени в языке, ну и кое-где в быту на юге, осталась только нагайская плеть, нагайка. Ногайцы оставили довольно глубокий след в нашей истории. Иногда такой след, о котором основная масса читателей не подозревает. История Ногайской Орды была сложной и кровавой. Много в ней случалось смут и конфликтов. Во время таких смут население этого государства пыталась укрыться в более спокойных местах. В частности, они уходили на запад во владение Крымского хана по трем основным переправам через Волгу. Чтобы удержать подданных, правители Ногайской Орды просили русские власти установить крепости на этих переправах, чтобы не пропускать народ через Волгу. Иван Грозный в местах, указанных нагайским бием Исмаилом, поставил эти крепости. Самару, Саратов, Царицын, нынешний Волгоград. Сейчас невозможно представить нашу страну без этих трех городов. Но мало кто помнит, что поставлены они как раз на местах трех главных нагайских переправ. Среди прочих иммигрантов в России поселились и предки знаменитых княжеских родов. Когда-то таких родов нагайского происхождения было в московском государстве полтора десятка. Но до 20 века уцелели два, зато очень богатые и знаменитые. Это князья Урусовы и князья Юсуповы, потомки правителей Ногайской Орды. Книга «Истории Ногайской Орды» впервые вышла в 2001 году в Москве, в издательстве «Восточная литература». Сейчас в издательстве «Квадриго» готовится третье издание этой книги, очень расширенное и дополненное за счет новых источников, которые увидели свет в последнее время, прежде всего крымских и османских хроник, в которых излагаются новые интересные подробности этого давно исчезнувшего государства.